Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Черно увлеклась новеньким Михаилом Вырским. Она пишет, что теперь ей на поляне очень хорошо, у неё есть личный тренер. Маргу Овсяникова довольна отношениями с Эймоном Морданшиным. «Я самая счастливая на свете», – пишет девушка. «Он такой милый со мной, прям не верится, что он когда-то с кем-то грубо обращался». Виталий Малышев не может определиться между Дашей Лымарь и новенькой Светланой Силаевой. В недавнем эфире Виталий сказал, что из-за неопределённости Даши он считает её слабой напередок. Ведь по большому счёту ей всё равно, с кем и где строить отношения. Дашу бесят подобные разговоры, и Малышеву пришлось спасаться от неё бегством. Марина Африкантова и Рома Капаклы прекрасно проводят время в Минске. Ребята публикуют совместные фото. На «Острове любви» началась война между Сашей Шевой и Майей Донцовой. Майя обвинила Александру в том, что та забила на дочь и уже целый год не видела своего ребёнка. Шева сказала, что Майе не стоит совать нос ни в своё дело, лучше бы она занялась своими собственными отношениями. Многие участники проекта говорят о том, что единственные, кто достоин победы в конкурсе «Свадьба на миллион», это Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова. Многие активно пиарят эту пару, хотя конкурс ещё и не начался. Арай Чибанян, несмотря на отношения с Сашей Шева, переписывается и созванивается с бывшей девушкой Виолиной. Его товарищи по Дому-2 считают, что Арай ждёт прихода бывшей девушки, а Сашу используют, чтобы не быть одному на проекте. Поговаривают о скором возвращении Саши Гобозова. Ему нравится участница проекта Катя Зиновьева, но на данный момент у Гобозова всего 11% голосов зрителей. Две мамочки проекта, Ирина Михайловна Донцова и Марина Тристановна Абрамсон, дружат. Они вместе посещают салоны красоты. Кристина Дерябина опубликовала фото в свадебном платье. Ну что, пишет она, пора? Саша Артёмова и Женя Кузин отправляются на отдых в Сочи. Саша показала машину, которую подарил ей муж. Это автомобиль класса «Люкс». Он обошёлся Кузину в 3 миллиона рублей. Женя считает, что Саша заслужила такой подарок. Зрители возмутила клятва Ольги Рапунцель. Доказывая зрителям, что Дима Дмитренко действительно её избивал, она поклялась сердцем ребёнка. Ольге пишут в комментариях, что у неё не осталось ничего святого. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.